Референс-центр создан в конце декабря 2019 года. Руководителем является Евгений Наумович Еминитов. Структура референс-центра включает в себя группу патоморфологических и иммуногистохимических методов исследований, группу молекулярно-генетических методов исследований и группу лучевых методов исследований. За 2020 год мы выполнили 3442 молекулярно-генетических исследований, пересмотрели почти 450 пациентов гистологические препараты и выполнили дополнительно более 1000 иммуногистохимических исследований. В 2020 году мы работали с 68 организациями, на сегодняшний день мы работаем с 78 организациями из 73 регионов Российской Федерации. Так как речь у нас идет сегодня о злокачественных образованиях органов дыхания, в частности легких и бронков, то, соответственно, выборка именно по этой нозологии. За 2020 год 367 пациентов, стеклоблоки 367 пациентов нам прислали, и, соответственно, мы видим некую такую картину молекулярно-генетических и патоморфологических исследований. Каждый месяц идет увеличение, начиная с мая, и в декабре мы выполнили 1194 теста. Основные мутации, которые мы определяем, представлены на сайте, на слайде, и основные… Извините, пожалуйста, что я так много ошибаюсь, у меня сегодня очень сильно болит голова, я в таком подавленном состоянии, не люблю, когда у нас дождь идет на улице, поэтому прошу прощения, голова сильно болит, таблетки не помогают. Мигрень еще никто не научился лечить. Соответственно, представлены на слайде мутации, которые мы чаще всего определяем от GFR, ALK, ROS1. Это, наверное, самые первые три самые частые мутации при данных видах заболеваний. Онкологический диагноз C33 почти не представлен. По референс-центру у нас приезжают такие пациенты, это редкие пациенты, и за прошлый год, к сожалению, ну или к счастью, ни одного пациента с данным диагнозом по референс-центру не было прислано. На данном слайде представлены 30 регионов, из которых присылают, за 2020 год присылали нам материалы пациентов на молекулярно-генетические исследования. Мы видим, что больше всего у нас присланы исследования из Архангельской области и из Сахалинской области. Ярославская область нам, в принципе, достаточно много присылает материалов по референс-центру, соответственно, тоже объем исследований достаточно большой. Телемедицинские технологии мы тоже используем активно. И, соответственно, за 2020 год было выполнено 138 телемедицинских консультаций. Если мы возьмем общее число телемедицинских консультаций по хирургическому профилю, то получается примерно 1,6 часть пришлась на хирургическое таракальное отделение. На самом деле это немного. На прошлом семинаре мы разговаривали о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так там 1,4 часть пришлась. А в референс-центре было выполнено, если так для сравнения, сравнить прошлый семинар и этот, то, конечно, онкологического заболевания желудочно-кишечного тракта, наверное, подвержена большая часть населения нашей страны. Где же можно получить эту всю информацию? Информация есть для вас в разделе специалистов. Телефон мой указан. Слава богу, не стесняются коллеги, пользуются. Звонят, спрашивают, уточняют, как можно это все выполнить и сделать. Как в прошлом году, так и в этом году мы абсолютно бесплатно за свой счет привозим материал пациентов к нам. И, соответственно, точно так же абсолютно бесплатно мы его к вам с помощью наших курьеров отвозим в ваш регион. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста, будем рады всегда помочь. Спасибо большое.